здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по скайпу израильский журналист главный редактор интернет сайта детали и миша лимович здравствуйте эмиль добрый день ну вот не успела у нас правительство новое приступить к работе как тут же посыпались упреки претензии так далее в общем это нормально потому что как бы оппозиция ей не обещала легкую жизнь но если несколько претензий можно объяснить просто ревностью оппозиции то другие претензии объяснить сложно я попробую с вашей помощью разобраться речь идет о претензиях по поводу так называемого применения норвежского закона я поясню тем кто не в курсе в израиле до недавнего времени министры которые избирались депутаты которые избирались на это становились министрами оставались депутатами что приводило в общем-то к нарушению базовых принципов распределения власти ветвей власти и критиковалась и относительно недавно был принят так называемый применен норвежский закон который позволял министрам освободить свое место в кнессете вслед им идущим депутатам по списку избранным все это делается по закону там с рядом ограничений и так далее но в принципе и вот сейчас большинство депутатов которые стали министрами уступили свои места коллегам по партиям и это вызвало резкую как бы отповедь и критику главная претензия они транжирят государственные деньги вы согласны с такой претензией не вполне и да и нет давайте разберемся на самом деле значит норвежский закон в нынешней его редакции он предусматривает возможность лишь некоторым министрам и заместителям министров освободить место для следующих списке их партии депутатов и скажем у бениамина нетаньягу если я не ошибаюсь было 13 таких министров в нынешнем правительстве их 11 да то есть это не большинство но это много значит почему вообще это делается когда правительство слишком велико не остается депутатов которые не являются министрами в коалиции которые бы заседали в парламентских комиссиях там получается очень большой перевес у оппозиции и соответственно затрудняется вопрос проведения каких бы то ни было коалиционных законопроектов потому что они должны проходить утверждение в комиссиях ну вот давайте считать у нас коалиции это 61 человек там даже в случае 60 там еще один раздержавшийся но все равно если по партиям читать 61 из них значит 28 ушло в министры еще если я не ошибаюсь 6 по моему заместителей до министров у нас то есть у нас в общем то осталось в коалиции чистых так скажем депутатов 28 или 26 даже им будет противостоять в комиссиях 59 депутатов оппозиции они во многих комиссиях просто не пробьют никаких законов поэтому для того чтобы вот усилить коалиционный депутатский корпус и применяется норвежский закон чтобы завести дополнительных депутатов от коалиции значит что касается собственно денег у нас каждая вот такая смена обходится сейчас государственному бюджету в 1 миллион 700 тысяч шекелей в год как это распределяется миллион 200 примерно мы тратим на содержание депутата то есть это зарплата депутата это фонды которые депутат сверх этого получает да там пенсионный это зарплата трех его помощников это содержание автомобиля и это деньги на связь с общественностью в общей сложности это приблизительно миллион 200 тысяч в год то есть около 100 тысяч шекелей в месяц мы платим за депутата плюс еще порядка 500 тысяч то есть примерно 40 тысяч шекелей в год уйдет на то чтобы министру который ушел из кнессета восстановить как бы его канцелярию поскольку он же своих помощников депутатских ними не забирает из кнессета ему нужна канцелярия и вот на эту дополнительную канцелярию ему доплачивают соответственно эти там порядка 40 тысяч шекелей в общей сложности миллион 700 на каждого да то есть нынешний закон норвежский если 11 человек у нас сейчас уходит это означает что ну примерно сколько там получается 12 миллионов в год мы будем тратить на фоне государственных затрат вообще на фоне государственного бюджета это очень небольшие деньги с одной стороны с другой стороны этот шаг он имеет принципиальное значение с точки зрения имиджа мы все знаем что политические партии и политические деятели у нас не пользуются большой любовью населения в том числе из-за слишком вольного обращения с общественными деньгами которые они разбазаривают как угодно и себя при этом не обделяют и поэтому возникло предложение когда людям говорят что ребята ну вы решили вот за счет того что вы увеличили число министерств у вас не хватило депутатов вы решили применять широко закон это то давайте откуда-нибудь из ваших же зарплат деньги на это и найдем как минимум при поступило такое предложение на самом деле если на 10 процентов сократить зарплату депутатов и министров то это источник финансирования его предложила алекс тенцер общественные деятели он перекрывает все затраты это во первых во вторых нынешняя критика она в общем-то даже не из-за денег дело в том она на это из-за лицемерия потому что когда нынешние правители сидели в оппозиции будь то я и руапит будь то нафтали бенна будь то нынешний спикер крест в общем все они они бурно возмущались тем что правительство нетаньягу применяет норвежский закон проводят дополнительных своих депутатов кресет они говорили что вы таким образом от без обеспечиваете места для своих приближенных это первый же закон который вы в новой каденции положили вас ничего больше не интересует и так далее сейчас едва сформировалась это новое правительство тот же самый беннет тот же самый вакет первым законом который нужен они устраивают вот этот же норвежский закон потому что это в общем-то необходимое в условиях раздутых правительств процедура поэтому упрекать наверно даже не за базаривание денег а вот за лицемерие когда в оппозиции ты говоришь одно а приходя к власти занимаешься совершенно противоположно ну так у нас было всегда и рискну предположить что будет и в дальнейшем но у этой темы есть еще на мой взгляд и другая сторона я хотел бы чтобы вы как бы ее тоже прокомментировали может быть это просто цена демократии ведь норвежский закон появился именно за того что нарушались просто базовые принципы демократии разделения властей у нас правительствах предыдущих было по 30 даже больше количества людей и что происходило 30 условно говоря министров шли на заседание правительства принимали там какие-то решения потом эти же 30 человек это 25 процентов четверть парламента бежали в кнесет и они же голосовали за принятие этих же решений что было в общем то но извините такую грубость демократическим маразмом вообще паноптикум каким-то так может быть это просто цена демократии зачем нужно было придумывать все эти норвежские законы с ограничением почему сразу не принять закон по которому депутат просто автоматически перестает быть министр физически перестает быть депутатом и все на его место приходит другой вы знаете это все во первых я согласен с вами что у нас две ветви власти переплетены слишком тесно друг с другом но дело в том что норвежский закон его нынешней формуле он все-таки не является абсолютной панацея от этого да он освобождает как вы заметили министра от необходимости бежать за бежать на голосование в ту или иную комиссию но мы понимаем что у нас в политических партиях подавляющее большинство депутатов это резиновые печати в данном случае и что им глаза глава партии то есть тот там и министр скажет то они подпишут и объяснят это коалиционной дисциплиной споров там внутри не будет значит если просто разделять системы власти ну у нас часто произносятся и озвучивается идея ввести в израиле такой тип президентского правления да когда есть профессиональное скажем так правительство и отдельно депутатский корпус это разделение властей да но для этого нужно полностью перестраивать систему власти обыкновенное прямое введение прямых выборов премьер-министра в данном случае абсолютно ничего не дает потому что если мы посмотрим на предыдущий опыт такой который был принят в израиле мы увидим что и в этом случае выбранному таким образом премьер-министру приходилось формировать большинство в коалиции иначе бы он не проводил ни одного из своих законов а нынешний кризис он вызван как раз тем что не удается собрать большинство поэтому это тоже не решение вопрос опять же здесь вопрос в символах вы знаете вопрос не в том выдержит ли государственный бюджет это вопрос том что у нас депутаты на сегодняшний день получают если не ошибаюсь это порядка 47 тысяч без наценок на стаж да это я говорю про новых это только чистая вот их зарплата брута министры если я не ошибаюсь что то порядка 60 тысяч получают когда люди сидят это и когда они понимают что вот сейчас еще десять таких же мы не будем называть их бездельниками они работают на самом деле но очень многие считают что их могло бы быть поменьше вот еще 10 11 13 человек туда заходят это вызывает раздражение поэтому возникает популизм и с другой стороны да начинаются заявления что мы сейчас откажемся от зарплаты да мы их слышали в прошлом как бы так вот заявление когда услышите еще раз имейте ввиду что это вранье потому что депутат не может отказаться под зарплаты потому что существует закон об индексации он будет свою зарплату равно получать единственное от чего может отказаться депутат это от индексации вот что произошло на самом деле в прошлом правительстве когда 21 депутат кнессета сказали мы индексацию не примем это делается простым письмом и тогда вот эта дополнительная сумма они должны были получать на 1225 шекелей больше а они именно от этой вот небольшой прибавки небольшой для них отказались опять же честь им и хвала только 21 депутат отказался из 120 все остальные не побрезговали сейчас у нас кстати по статистике резкий рост средней заработной платы рост обеспечен как вы все понимаете не ростом производительности труда а тем что просто увольняли в первую очередь в корону мало обеспеченных мало получающих работников ну соответственно средняя зарплата поднялась так что у наших депутатов будет еще большая прибавка это раздражает на фоне вот всех этих норвежских законов а не сумма затрат 11 миллионов страны в год это не деньги еще одну попрошу тему вас прокомментировать она не имеет прямого отношения к этой но раз уж вы заговорили о популизме и лицемерии то в общем то частично она хватает эту тему захватывает первым так сказать мини кризисом нового новой коалиции можно считать проблему с принятием поправки к закону о гражданстве но условно назовем так там название более длинная которая каждый год должно приниматься я имею ввиду вето на предоставление гражданства тем палестинским арабам которые заключают браки с израильскими арабами каждый год принимается это вето практически автоматически но в этот раз учитывая что в коалиции есть партия мерец которая активно против этой поправки и партия рам у коалиции были бы проблемы при принятии этой поправки они надеялись что их поддержат ликут и оппозиция которые эти это вето скажем так идеологически близко мягко говоря вот но те отказались на ваш взгляд это просто капризы оппозиции это принципиальная вещь нормальная допустимая в парламенте когда оппозиция бойкотирует деятельность коалиции и так далее с чем мы столкнулись мы столкнулись с это на самом деле не другая тема это продолжение предыдущий мы столкнулись с тем что в общем то у нас идет борьба за собственные интересы они за интересы государства как его в том или ином виде понимают те или иные партии в настоящее время ликут по какой-то причине не склонен поддерживать ничего что исходит от нынешнего правительства он не готов ни к какому сотрудничеству даже по законам которые он сам считал правильными насчет того нужно ли как сильно ударит по нам этот закон и пока не ясно как бы то что нету вето это не значит что очень много браков сейчас моментально будут заключены очень много семей моментально воссоединяться и получит разрешение переехать сюда практического реализации мы не обязательно сразу волной увидим но тем не менее это очень показательно да и и понимаете так происходит везде существует некая старая днк днк того же ликуда ну давайте я вам другой пример приведу вот между нашими областями зачем господину эльки но три министерства сразу да почему энди вводит помимо двух министров которых она попросила получает еще и некого дополнительного министра в министерстве финансов почему всем этим людям нужны вот все эти портфели мы же точно также здесь не говорим ни о каких не идеологиях никакой ни о каком интересе страны это сугубо партийный сугубо личный интерес как бы объясняется он даже не канцеляриями как многие думают на самом деле там далеко не всегда есть дополнительные канцелярии дополнительные советники на эти новые посты объясняется это необходимостью получить контроль над дополнительными фрагментами бюджетирования вот есть некое придуманное министерство давайте с потолка назовем этом министерством борьбы за сохранность береговой линии если такое министерство будет создано то она сразу начнет руководить несколькими компаниями государствами которые занимаются непосредственно экологии береговой линии они у нас существуют а когда-то было создано министерство воды до водных ресурсов почему потому что под его деятельность попала компания микрород водная то есть это не эти министры и эти партии занимаются исключительно перераспределением денежных потоков и получением мест для трудоустройства своих людей а в ответ эти свои люди должны поддерживать их потом в политическом поле этим занимаются абсолютно все без исключения к сожалению я вам могу привести один очень показательный пример в управлении аэропортов значит у них существует 2500 работников с очень высокими окладами порядка 40 тысяч и около полутора тысяч работников с небольшими окладами которые исчисляются буквально тысячи когда началась эпидемия вы понимаете что все закрыто никто никуда не летает управление почти ничем не занималась и люди которые получают маленькие зарплаты пошли по домам а люди которые получают большие зарплаты сами по 40 тысяч продолжили эти зарплаты получать почти ничего не делая потому что председатель профсоюза этих людей он важное понятное дело важный поставщик голосов в ликуде и конкретно мир эггев будучи министром транспорта запретила каким-то образом эту категорию работников ущемлять у нас любая должность определяется только тем какие сектора экономики она контролирует и дальше в этом секторе начинается разбрасывание государственных денег в обмен на будущую политическую поддержку кто эти деньги эффективнее расшвырял и кто более жесткую политическую поддержку получил тем потом становится председателем партии премьер-министром как бы и так далее и тому подобное может быть вот это должно быть причиной для того чтобы наших парламентариев отделить от наших министров потому что нынешняя система она просто финансово неэффективна а все остальное что мы с вами говорим это просто примеры и вы понимаете что мы сейчас говорим уже о примерах на миллиарды шекелей а не на те 10 миллионов которые заберет исказанный норвежский закон безусловно эмиль спасибо за ваш комментарий всего вам доброго спасибо до свидания на этом все напомнишь там с нами на связи был израильский журналист эмиль шлеймович до свидания